Эта технология, она работала и будет работать еще долго, там будут просто меняться объекты, а так, собственно говоря, сама по себе такая манипуляция, традиционная вещь в политике, к сожалению. Другое дело, что сейчас она буквально стала тотальной, потому что, что касается мифов, разные власти разных стран в разное время разные мифы используют для своих собственных целей. Например, что касается Потемкинских деревень, ну, скажем, все эти мифы, они очень, так сказать, серьезно были развиты в период советской власти. Ну, что, для того, чтобы, значит, оправдать, почему так было плохо до революции. После распада Советского Союза мифы про Советский Союз, самые бредовые анекдоты стали распространяться чуть ли не на уровне государственной политики. Почему? Для того, чтобы оправдать, что Советский Союз не мог дальше сохраняться, он должен был быть разрушен, и поэтому вот все должно быть, так сказать, изменено. И в других странах это делается постоянно. Что касается технологий, которые применяют сейчас на Западе, ну, да, им это наиболее удобно в данный момент, потому что все остальные выдохлись. Вот то, что действовало, скажем, 10 лет назад, это выдохло. Теперь вот это вот хорошо забытое старое можно опять вернуть. Как в моде, посмотрите, например, модельеры, да, они берут из 30-х годов какие-нибудь, так сказать, шмотки, да, немножко их там реновируют и говорят, вот новый тренд, да, вот смотрите, вот это надо носить, вот это. Вы еще не купили себе это, так купите скорее, да, несите ваши денюжки в страну дураков, да, на поле чудес в стране дураков. И с этим, я думаю, будет происходить точно так же. Сейчас, да, вот есть такой период. Опасность, действительно, я согласен с господином Никоновым, что где-то, может быть, надо его просто пережить. Но опасность вот какая, она может быть, так сказать, состоять в том, что эта истерика, если она будет вот так же тотально продолжаться какое-то время, она начнет репродуцировать саму себя. И она начнет требовать реальных действий, как это уже периодически происходит. Ну, вы раздули эти вещи, да, вы накачали их, но теперь вы должны что-то сделать. Обыватель напуган, он хочет действий, вам придется что-то делать, или в сфере хакеров, или так далее, и так далее, и тому подобное. То есть это может вызвать ту реакцию, которая, может быть, изначально и не планировалась. Потому что мне кажется, что они так серьезно настаивают на российской угрозе, в том числе потому, что понимают, что ее нет, или, по крайней мере, ее нет в том объеме, в каком, так сказать, они хотят преподнести. И поэтому с этим можно играть. Можно играть, потому что они знают, что Россия не нападет, поэтому можно всем говорить, что она нападет. Они знают, что, так сказать, на самом деле планов по захвату Европы нет, поэтому можно всем рассказать, что есть. Но вопрос в том, что если эти вещи накачивать все больше и больше, они потребуют реальных действий. И эти реальные действия начнут воспроизводить этот кризис. Вот в этом главная проблема. И я думаю, что, к сожалению, они в эти многие вещи заигрались. Но мне все-таки кажется, что достаточно, ну, пройдет, так сказать, какое-то количество лет, они начинают выдыхаться. Выдыхаться почему? Потому что реальной основы у этого не хватает. Просто не хватает. Потому что это не советские времена, когда Советский Союз действительно был сверхмощным, плюс организация Варшавского договора, действительно была реальная угроза. Сейчас все-таки вот этих вот телесериальных вещей очень надолго не хватит, потому что для этого нужна более реальная основа. Но здесь включается опасность таких маргинальных стран, как, например, там Украина или некоторые другие, которые готовы спровоцировать реальные основания для продолжения этой политики. Вот мне кажется, даже вот в этом месте, вот на этом границе соприкосновения, даже не с Западом, а вот с этой вот лимитрофой полосой на Западе, действительно реальная угроза существует. Потому что для них это важно, ну, с точки зрения политического выживания. И мы сами хорошо понимаем, как это может выглядеть. Если Америка и Европа могут в это поиграть, то для них это важно с точки зрения выживания. Вот они могут провоцировать совершенно реальные вещи. Да, это глубоко. То есть, по большому счёту, европейский конфликт может возникнуть на донбасской границе. Американцы, например, поставят оружие, сумасшедшие ринутся вперёд. Мы неоднократно заявляли, что мы не дадим уничтожить жителей Донбасса, будем поставлены на грань. А дальше, как-то часто бывает, уже собираются, что от вас осталось. Потому что, ну, только в пьяном мозгу Порошенко может показаться, что при каких-то условиях они способны противостоять российской армии. Но, с другой стороны, большего горя и беды, чем война между Россией и Украиной, представить себе невозможно. То есть, это уровень несчастья, который только в испалённом мозгу у Порошенко может возникнуть. Не дай бог, если при каких-то обстоятельствах такое возникнет. Причём, учитывая нынешнее противостояние беспрецедентное внутри Америки, этими вещами могут заниматься провокациями отдельные группы. Даже не Соединённые Штаты Америки, не госэпорта, а отдельные группы внутри, у которых достаточно ресурсов информационных. Скажем, денежных и прочее-прочее, для того, чтобы такую ситуацию спровоцировать. По поводу холодной войны. Видимо, Трамп возрождает холодную войну по просьбе Путина, потому что по-другому никак невозможно. Ей все не разрешают на собраничении договорённости. Но, вот здесь говорилось очень интересно по поводу кризиса концепции Евросоюза. Но, на самом деле, США тоже является заложниками собственной концепции лидерства. Ведь посмотрите, то, что с ними происходит, это кризис вот этого лидерства американского. Есть такая поговорка «Бойте свои желания, не сбываются». Вот желания американцев после распада Союза сбылись. Они стали такими лидерами, глобальными лидерами. Так вот, что с этим делать? Если честно, мне кажется, американцы стоят на распутье. А что дальше с этим делать? Как это нести? Хозяйство огромное. В огромном хозяйстве всегда будет куча проблем, дырок, так сказать, и сбоев. Так вот, что делать? То ли надо дальше экспансионистски всех давить, то ли надо выдумать какую-то концепцию, что Трамп пытается делать, чтобы как бы не давить, но при этом быть все равно абсолютно признанной силой, которая все равно на все будет влиять. Они стали заложниками этого. Им надо постоянно подтверждать то, что они лидеры и внутри страны, и вовне ее. Потому что они много лет говорят внутри страны, что они лидеры, что по-другому быть не может, что США несет флагтовской цивилизации. Они впереди развитие прогресса и вокруг себя. Они наплодили такое количество огромных союзников, реальных и нереальных, мнимых, вот тех же самых царьков, о которых говорили в советское время. Ведь по миру огромное количество царьков, которые в гробу и дали демократию, американские ценности, вообще все вот это вот барахло, им нужно только то, что американцы могут дать конкретно, там, деньги, защиту и прочее, прочее. Вот что с этим хозяйством делать, не знают американцы? Оно огромное. Вот эта концепция лидерства, она на них давит. По большому счету, мне кажется, мир стоит на пороге, но вот какого-то просто действительно радикального переосмысления того, как должен быть устроен мир, ну, мировой порядок, да, вот, скажем, в 21 веке, но не может переступить через себя. Это, знаете, как человек внутренне уже понимает, что он что-то делает не так, чувствует, что он ошибается, но переступить через себя означает признать свои ошибки, означает выглядеть смешно, означает подвергнуться критике и так далее. А вот этого качественного рывка, качественного роста нету, не существует. То есть его не хватает. Между прочим, с западным элитом в первую очередь, они, взяв на себя роль лидеров, на самом деле сейчас показывают концептуальную такую импотенцию. Они не могут переступить через себя, через свою собственную неспособность показать что-то действительно качественно новое. Вот их желание сбылось, Советского Союза больше нет, вот у ранние лидеры, вот скажем, уважаемые депутаты в Прибалтике, вы стали гражданами Евросоюза, мечтать больше не о чем. Но это смешно. Вот не о чем больше мечтать. У вас паспорт Евросоюза, мечтать больше не о чем. Все, конец истории, конец истории, все, слава богу, дальше, а, история не кончается. Она идет дальше, причем все более и более скорейственными темпами. А вот выдумать что-то действительно новое, подтвердить свое лидерство, они не могут. В этой ситуации действительно легче все валить на Россию, на Китай, на исламское государство, не имеет значения. Так вот, это концептуальное лидерство, оно потенциально опасно, конечно же, для всего мира. Несомненно. Еще пару слов по поводу наших элит. Но, к сожалению, наши элиты так долго создавали, вот мы же начали с мифов, так долго создавали миф о Западе, которого нет, что теперь, я вас уверяю, инерция этого мифа будет огромная. Она огромная. Даже люди, которые ничего про это не знают, ничего там не понимают, они как попка-дурак говорят, да, там, конечно, лучше, да, там во много раз лучше. Не то, что у нас. Это же просто, вот, так сказать, от маленького ребенка и до старой бабушки. Да, вот у нас всегда так. Это не то, что у нас. Вот у них там другое дело. Даже не надо ничего думать. Вот, к сожалению, вот вам пример суперэффективного мифа, который, к сожалению, вот нас самих разрушает. Но это подкармливается, конечно, личной зависимостью многих людей из элиты от той жизни, которая там. Потому что они с этим дело связаны. Но последние пару слов, что касается обывателя, да, и нашей страны. Вот обывателю, да, на мой взгляд, вот планы индустриализации, прошу прощения, не по теме. Дайте людям работу. И они, так сказать, почувствуют будущее. Потому что, вот я уже говорил здесь, у советской экономики был один плюс, несомненно. Я не уверен даже, что в советское время это осознавали, но он у него был. Она создавала человеку образ жизни и перспективу. Абсолютно правильно. Понимаете? Поэтому экономика, на самом деле, все-таки люди для экономики. Или экономика для людей. Мне кажется, все-таки экономика для людей. Очень правильный вопрос. Работать, на самом деле, на самом деле, говорить о том, что человеческая жизнь нужна только для того, чтобы создавать конкурентоспособный продукт. Это цинизм. Это скотство. Человек больше этого. Поэтому дайте людям работу и перспективу, они будут по-другому думать. Ну, я с этим согласен, но я просто говорил о Западе, о том, что они несут в этом мире. Потому что проблема-то именно в том, что, будучи давно импотентами, они считают себя гигантами большого секса. Вот в чем дело. Это называется, в смысле, на тренерскую работу. А почему? Потому что, на самом деле, вот этот лейбл, от которого отказываться неохота, позволял им многие дела делать. Много чего продавать и покупать. Мы только что говорили о том, как они раздербанили восточную Европу. Как же вы хотите, чтобы они сами себе солба эту вещь отклеили? Никогда в жизни. Лучший автомобиль, так сказать, мира. Да, никто же не откажется от этого. Даже если он давно уже не лучше, не имеет значения. Вот в этом проблема. Проблема в том, что их стремление, во что бы то ни стало, постоянно подтверждать внутри и вовне, что они якобы являются лидерами, при той ситуации, что лидерами они уже не являются, несет опасность, к сожалению, для всех окружающих. Вот с этим все равно придется иметь дело. А ты не обращай внимания. Тогда не несет. Нет, я-то давно уже не обращаю внимания, да, на самом деле. Но мы не можем не обращать внимания, потому что они нам создают подобные условия, которыми мы не можем не считаться. И насчет кибербезопасности, немножко здесь буквально пару слов. Вот в этой студии совершенно точно мы обсуждали эту проблему и говорили вот о чем. О том, что все-таки, мне кажется, мне кажется, что действовать традиционными способами МИД в Совете Безопасности предложил резолюцию. Это все нужно, но этого мало. Почему? Потому что мы давно вошли уже в другой мир, в котором мало резолюции. Мало дипломатической переписки. Мало, так сказать, вот этих всех инициатив. Мало. Смотрите, как они творят реальность вот своими средствами массовой информации. Они ее творят просто-напросто. А мы потом расшлебываем последствия. Вот нам надо хотя бы где-нибудь научиться делать это. Вот они создали миф о безопасности. Давайте его будем использовать против них. Давайте все-таки предложим им переговоры по этому вопросу. Давайте соглашения. И при этом, к сожалению, мало, чтобы ваш хороший друг, который в профессионализме, которого я не сомневаюсь, много лет занимается в МИДе. Мало об этом. Из этого надо сделать модель информационную и продвигать ее. А вы в курсе, что Россия предлагает это соглашение? Вы в курсе, что Россия также озабочена деятельностью хакеров? Вы в курсе, что, так сказать, может быть, президент России это предлагает? Вы знаете об этом? Нет? Пусть Рашид Удэй об этом расскажет всем. И они предлагают переговоры, договоры и прочее, прочее. Давайте обезопасим себя, сделаем мир безопаснее. Ну вот создайте из этого модель. Мало просто перекладывать бумажки. Мало просто перекладывать, так сказать, писать правильные бумажки в МИДе, хотя МИД делает, я уверен, свободу профессиональную. Все это время прошло.